14 августа 1992 года под предлогом охраны железной дороги руководители Госсовета Грузии вводят войска танки в Абхазию, чтобы установить билисский режим в городах столицы Абхазии. 14 августа 1997 года, пять лет спустя, при посредничестве министра иностранных дел Российской Федерации Евгении Примакова президент Абхазии Владислав Ардзенба прилетает в Тбилиси, чтобы решать проблемы взаимоотношений между Грузией и Абхазией исключительно политическим путем. В годовщине начала Грузии-Абхазской войны вчера, 14 августа, в 8 утра делегация Республики Абхазия во главе с президентом Владиславом Ардзенба выехала из Сухума. В составе делегации были министры иностранных дел Абхазии Сергей Шамба, личный представитель главы государства на грузин-абхазских переговорах Анри Джергения. В 9 утра на Гудаутском военном аэродроме состоялась короткая беседа Владислава Ардзенба с министром иностранных дел Российской Федерации Евгением Примаковым, который по поручению президента России Бориса Ельцина был посредником встречи глав республик Абхазии и Грузии. Затем абхазская делегация вместе с министром иностранных дел России вылетела в Тбилиси. Как сообщалось ранее, в этот день в столице Грузии ожидали только Примакова, и поэтому настоящей сенсацией для журналистов и не только для них стал прилет президента Республики Абхазии Владислава Ардзенба в Тбилиси. Гостей в аэропорту встречали спикер грузинского парламента Зураб Звания, министр иностранных дел Грузии Иракли Минагарышвили и другие официальные лица. Правительственный кортеж направляется в официальную резиденцию президента Грузии. В аэропорту, по всей трассе следования и в самой резиденции были приняты повышенные меры безопасности. Государственную делегацию Республики Абхазия и министра иностранных дел России у входа в резиденцию встречал руководитель Грузии Эдуард Шаварнадзе. Сразу же по прибытии начались переговоры президента Грузии Эдуарда Шаварнадзе с президентом Абхазии Владиславом Ардзенба, которые проходили один на один при закрытых дверях. Они продолжались более трех часов. В это время министр иностранных дел России Евгений Примаков дал короткое интервью. По указанию президента Бориса Николаевича Ельцина со мной вместе прилетел сюда лидер Абхазии Владислава Григорьевича Ардзенба. Это его первый приезд в Тбилиси. Я считаю, что это большое уже само по себе достижение на пути к урегулированию. Сейчас будут идти переговоры. Я специально ушел, потому что пускай один на один переговорят президент Шаварнадзе и Владислава Григорьевича Ардзенба. В столице Грузии давно не помнили такого повышенного интереса журналистов к происходящему. Это и понятно. Во второй половине дня министр иностранных дел Российской Федерации Евгений Примаков провел переговоры с Эдуардом Шаварнадзе, а затем с абхазской делегацией. Как и прежде, переговоры проходили при закрытых дверях и проходили без перерыва. Попытки представителей прессы получить хоть какую-либо информацию в течение шести часов заканчивались без результата. Но все ждали сенсации. В 19 часов вновь один на один сели за стол переговоров президенты Грузии и Абхазии. Спустя два часа переговоры продолжились в расширенном составе. Ближе к полуночи Эдуард Шаварнадзе и Владислав Ардзенба вышли к журналистам. Мы еще не закончили. Сейчас продолжим. И завтра утром, наверное, подпишем заявление. Согласованное заявление. В заявлении, естественно, во всем нельзя указать. Есть вещи, о которых, так сказать, нам вели разговор сегодня. Я считаю, что это событие большое. Именно такой тяжелый для наших народов день. Приезд. Савислава Григорьевича от величия. И наш откровенный, совершенно откровенный, честный и хороший разговор. Ну, я могу добавить, что, хотя наш приезд произошел чрезвычайно важный и ответственный день, тяжелый день нашей истории, но, тем не менее, мы прибыли сюда для того, чтобы положить конец вот этой конфронтации и найти пути к взаимопониманию. И с этой точки зрения те беседы и те переговоры, которые состоялись, вселяют здесь определенный оптимизм. Какие предварительные итоги? Спасибо. Интересная деталь. В течение дня все попытки представителей так называемого правительства Абхазской автономной республики в Тбилиси попасть в резиденцию, где шли переговоры, жестко пресекались представителями службы безопасности. Сегодня в 10 часов утра после короткой беседы Эдуарда Шаванадзе с Владиславом Ардзенба в неофициальной обстановке состоялась церемония подписания совместного заявления. В присутствии министра иностранных дел Российской Федерации Евгения Примакова главы двух республик поставили свои подписи под текстом заявления. В соответствии с ним стороны приняли на себя обязательства не прибыгать к оружию для решения разделяющих их противоречий ни при каких условиях не допускать возобновления кровопролития. Любые разногласия будут решаться исключительно мирными политическими средствами путем переговоров. Я еще раз хочу в присутствии прессе приветствовать Евгения Владимировича, Евгения Владимировича, всех сопровождающих наших гостей. Комментарии мои будут короткие, поскольку мы вчера немножко сказали. Я бы назвал это нашу встречу вчерашнюю и сегодняшнюю крупным событием. Крупным политическим событием. И главным результатом этого события стало преодоление сложнейшего психологического барьера. Труднейшего психологического барьера. Это первое. Второе. Заявление, которое вчера удалось согласовать, оно безусловно станет хорошей основой для дальнейшего продвижения вперед по пути примирения двух народов, абхазов и грузин. И я тоже считаю, что этот документ, безусловно, является этапным в наших отношениях. И третье. Если у нас достигнуты такие значительные, ощутимые результаты, я считаю, в этом огромный роль сыграл Евгений Максимович Кирнаков и, безусловно, Борис Николаевич Сельский, который присутствовал инициатором нашей такой встречи. Она в целом прошла в духе деловитости, я бы сказал, принципиальности, так сказать, в духе откровенности, открытости. И сделан очень важный шаг по утверждению того доверия, без которого невозможно окончательно добиться урегулирования конфликта. Я тоже, как и Эдуард Моросев, считаю эту встречу чрезвычайно важной. У нас состоялись очень плодотворные обсуждения проблем грузино-абхазского урегулирования. Эти переговоры происходили в очень конструктивной обстановке. И, наверное, особо важным было то, что мы могли долгое время беседовать с Эдуардом Моросев тет-а-тет, что чрезвычайно важно для восстановления обстановки взаимного доверия между руководителями и, естественно, между нашими государствами и нашими народами. Я бы хотел отметить то обстоятельство, что есть твердая уверенность, что рано или поздно мы найдем пути к решению всех проблем, в том числе проблемы восстановления жизни пострадавших от войны людей, возвращения их в свои дома. Я бы хотел также отметить, что чрезвычайно важно то, что 14 августа, в день, когда началась война, мы смогли встретиться, обсудить проблемы и подписать заявление, в котором мы твердо берем на себя обязательства решить все проблемы взаимоотношений между Абхазией и Грузией с помощью мирных за столом переговоров. Я разделяю эту точку зрения, хочу выразить огромную признательность Евгению Максимовичу Примыкову, который был инициатором данной встречи, который положил очень много усилий для того, чтобы все переговоры проходили в конструктивно деловой обстановке. И в этом мне видится именно большое внимание, которое уделяет Россия, и, в первую очередь, лично президент Борис Николаевич Ельцин, проблеме урегулирования грузино-абхазского конфликта. Я думаю, у нас есть возможность решить все проблемы при полном взаимопонимании и взаимных компромиссах. Спасибо. Я должен сказать, что я присоединяюсь к тому, что было сказано. Меня вчера обвинили в том, что я избегаю... Я должен сказать, что Россия заинтересована непосредственно в том, чтобы была бы стабильность, чтобы было бы найдено урегулирование, формула урегулирования, и мы в этом отношении работаем. Вся сейчас моя деятельность была санкционирована президентом Ельцином. Я действовал по его указанию. Я думаю, что, в общем-то, это была встреча полезной, безусловно, полезной. Впервые подписан документ Эдуардом Рощем Шеварнадзе и Владиславом Григорьевичем Марзинговым. Это первый документ, который подписан вот двумя этими людьми. Это уже чрезвычайно важно. Документ, в котором содержится... Это не пустой документ, в нем содержательная часть очень сильна. В нем говорится о том, что стороны обязуются решать все вопросы мирным путем. путем двухсторонних и многосторонних переговоров при посредничестве России и под эгидой ООН, ОБСЕ и других организаций. В документе говорится о необходимости постоянных контактов для решения всех проблем. В документе констатируется наличие договоренности по целому ряду вопросов и говорится о том, что пока, к сожалению, не удалось достигнуть договоренности по всем вопросам, но однако вот эти постоянные контакты будут способствовать тому, чтобы продвигаться к этой договоренности. Еще раз хочу подчеркнуть, что Россия максимально заинтересована и ведет курс к тому, чтобы был бы установлен здесь мир, стабильность, процветание всех и вся, и других целей никаких у России нет. Спасибо. 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 Так завершились переговоры между Абхазией и Грузией на высшем уровне при посредничестве министра иностранных дел России в Белиси. В аэропорту грузинской столицы государственную делегацию Республики Абхазия во главе с президентом Владиславом Арзенба и министра иностранных дел Российской Федерации Евгения Примакова провожали президент Грузии Эдуард Шаварнадзе и другие официальные лица. Руслан Хашик Низан Ломя специально для Абхазского телевидения из Тбилиси.